Банкир.ру А теперь подробнее об этих и других темах. Торги на объединенной бирже ММВБ РТС завершились в минусе. По итогам торгов индекс РТС снизился до уровня 1393,84 пункта. Индекс ММВБ опустился до отметки 1376,11 пункта. Подробнее итоги работы финансовой индустрии России смотрите на сайтах банкир.ру 123credit.ru, asros.ru и ipokredit.ru 123service.ru – кратчайший путь к привлечению потенциальных клиентов в таких сферах, как кредиты, недвижимость, страховки, ремонты и другие направления. Звоните по телефону, указанному на сайте 123service.ru. Обеспечьте себя новыми клиентами уже сегодня. 123service.ru – ваш ключ к успеху. О защите различных сегментов информационной сети банка пишет в своей колонке, опубликованной в клубе экспертов банкир.ру, Александр Лысенко, ведущий эксперт по вопросам технической защиты информации компании «Код безопасности». По его оценке, промышленный шпионаж, коммерческая разведка, утечка информации по причине халатности и некомпетентности сотрудников являются реальными угрозами для банковского бизнеса. Реализация информационных угроз невозможна без участия человека, то есть злоумышленника или инсайдера, считает Александр Лысенко. С 99% случаев злонамеренный или непреднамеренный инсайт случается с использованием компьютерных технологий. Копирование, пересылка, кража, искажение или повреждение данных, обрабатываемых и хранящихся на серверах и на компьютерах сотрудников банка, являются теми техническими способами, которые сегодня доступны инсайдерам. Так описывает типичную ситуацию эксперт. Полностью колонка Александра Лысенко опубликована в клубе экспертов на портале банкир.ру. Мы говорим о ситуации на рынке Форекс с главным аналитиком компании Макси Форекс Владимиром Севашовым. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Владимир, какой прогноз по евро вы можете сделать на следующей неделе? Прошло две недели после заседания Европейского центрального банка и саммита лидеров ЕС. И теперь уже стало понятно, что принятых решений недостаточно для того, чтобы кардинально изменить ситуацию. Хотя, возможно, эти меры и сумеют на какое-то время укрепить европейский банковский сектор, тем не менее они не предотвратят тяжелый кредитный кризис в Европе, поскольку банки предпочитают продавать активы для пополнения базового капитала, а не выдавать кредиты. Кроме того, предложение неограниченной ликвидности банкам не может заменить прямые покупки облигаций, поддерживающих экономику страны. Инвесторы быстро поняли это и не спешат возвращаться на рынки облигаций. Стоимость кредитования европейских ценных бумаг в связи с этим вновь продолжила рост. Таким образом, ситуация в Европе не стабилизируется. Ожидаемое снижение кредитных рейтингов практически всех стран еврозоны еще более усилит развитие кризиса. В этих условиях мы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю дальнейшее снижение курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.29.70, 1.2905, 1.28.74, 1.28.44 и 1.27.78. Затем ожидаем разворот и восходящую коррекцию пары в ценовую зону 1.3246, 1.33. А далее возобновление и снижение пары в очередном нисходящем цикле. Спасибо, Владимир. Более подробную информацию и обоснование наших прогнозов смотрите на сайте maxiforex.ru Российский банковский рынок ждут коренные перемены. Такое мнение в интервью банкер.ру высказал управляющий партнер Intersoft Lab Валерий Чаусов. В условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры, отметил эксперт, информационные технологии становятся одним из важнейших инструментов сохранения и повышения конкурентоспособности. Прямое следствие этого – рост требований, предъявляемых заказчиками к IT. Представитель Intersoft Lab определил текущую тенденцию как сращивание IT с методологией. По оценке Валерия Чаусова, банки возлагают большие надежды на управленческие системы, в надежде на то, что они будут способствовать эффективному управлению имеющимися ресурсами, для повышения доходности, для создания конкурентных преимуществ. «Методология может стать препятствием для успешного внедрения проекта автоматизации», отметил Валерий Чаусов. «Внедрение управленческих систем, подчеркнул эксперт, должна предшествовать проработка методического обеспечения финансового управления банка, которое в дальнейшем будет служить базой для управления его доходностью и, соответственно, позволит существенно повысить эффективность банковского менеджмента». Полностью интервью с Валерием Чаусовым опубликовано на порталах банкир.ру и по кредит.ру и 123-кредит.ру. О рисках информационной безопасности банков в интервью банкир.ру рассказал генеральный директор компании R-Style SoftLab Андрей Голковский. По его мнению, риски есть, но они управляемы, как на уровне IT-решений, так и на уровне административных инструментов. Практика показывает, что наибольший эффект дает сочетание именно IT-решений и хорошей системы административного контроля в банке, считает эксперт. Угроза внешнего вторжения в IT-структуру банка не так высока. Другое дело криминальный симбиоз работников банка и хакеров. Вот это точно предоставляет серьезную опасность, предостерегает генеральный директор R-Style SoftLab. Полностью интервью с Андреем Голковским опубликовано на порталах банкир.ру, и по кредит.ру и 123-кредит.ру. 27 декабря проводится онлайн-конференция агентства банкир.ру совместно с Ассоциацией региональных банков России, Финансовым университетом при правительстве России, программой «Финансовый диалог», журналом «Банковское обозрение», порталами 123-кредит.ру и ipokredit.ru, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов. По вопросам повышения финансовой грамотности населения выскажутся участники онлайн-конференции, среди которых президент Ассоциации региональных банков России, депутат Государственной думы России Анатолий Аксаков, руководитель программы «Финансовый диалог» Игорь Мальцев, вице-президент Ассоциации региональных банков России Георгий Медведев и другие. Задать свои вопросы участникам онлайн-конференции «Финансовая грамотность. С чего начать?» вы можете на портале банкир.ру. Сюжеты Банкир ТВ вы можете увидеть на сайтах банкир.ру, 123-кредит.ру, берики.ру, 123-сервис.ру, ipokredit.ru, финарти.ру, на сайтах Ассоциации региональных банков России, Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, компании «Кредитный» и «Финансовый консультант» и других. Подробнее об этих и других темах финансового рынка читайте на сайтах банкир.ру, 123-кредит.ру, astros.ru и ipokredit.ru. Сюжеты Банкир ТВ вы можете увидеть также на сайтах берики.ру, 123-сервис.ру, финарти.ру, на сайтах Ассоциации региональных банков России, Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, компании «Кредитный» и «Финансовый консультант» и других. А мы прощаемся с вами и желаем вам успешной финансовой недели.